ПОЛЕЗНЫХ БАКТЕРИЯ Итак, давайте поговорим о бактериях. Не просто о бактериях, а о бактериях полезных. Практически все люди, взрослые, они вообще вот этих самых бактерий очень боятся. Потому что бактерии – это причина многих болезней. И мы очень часто подсознательно рассматриваем микробов, как некую гадость, от которых одни в жизни неприятности. Тем не менее, от бактерий оказывается огромная польза. При этом самая главная польза состоит в чем? Вот какие есть версии? Зачем нам нужны эти самые бактерии? Да. Поправляются с пищеварением. Ну вот, например, они помогают нам переваривать пищу. Это понятно, да? Но я вам скажу честно. Вообще, когда мы говорим о полезных бактериях, у большинства вот в голове мысль о каком органе человеческом? О кишечнике. Да, прежде всего, почему? Потому что каждый из нас не только кушал, но и видел рекламу и читал о том, что есть куча препаратов, которые называются пробиотики, пребиотики, то есть полезные микробы или вещества полезные, которые помогают нам переваривать пищу. Именно вот о переваривании пищи все время мы думаем, когда говорим о микробах кишечники. И действительно, кишечные бактерии вырабатывают вещества, которые помогают пищу переваривать. Вырабатывают вещества, которые помогают пищу усваивать. Помогают синтезировать витамины. В общем, пользы от них, ну, куча. Они еще способны синтезировать определенные ферменты и участвуют в переваривании пищи. Но самое главное, что они делают, доедают то, что мы с вами не переварили. Поэтому где находятся главным образом микробы? В толстом кишечнике. Сразу говорю, вот для нас всех, вот что толстый, что тонкий, мы уже путаем, где кто. Толстый, это который возле попы, понятно, да? Это на противоположном конце от желудка. Вот в желудке практически нет особо полезных бактерий, понятно? Все полезные бактерии живут там, в противоположном конце. Тем не менее, помните замечательный мультфильм «Каникулы в Простоквашино», где была картина, от которой какая была главная польза? Она дырку на стене закрывала, да? То есть очень часто микробы нужны для того, чтобы на этом месте не находилось что-то плохое. Главная польза полезных бактерий состоит в том, что они, находясь на своих рабочих местах, не пускают туда микробы плохие. Это понятно? И вот эти бактерии есть везде. В носу, во рту, в наружном слуховом проходе, в половых органах. И они создают защиту от других вредных микробов. Они прижились, они живут в нашем организме. И чтобы вы знали, в организме взрослого человека находится около 100 триллионов самых разнообразных бактерий. Представляете? Даже, оказывается, мы уже часто вам об этом рассказывали, но тем не менее я хочу повторить, потому что это очень важно. Вот представьте себе слизистые оболочки дыхательных путей. Вот там микробов очень много, но они не живут сплошь и рядом везде. Есть определенные точки, на которых находятся колонии микроорганизмов. И вот эти точки, вот эти колонии, они даже получили определение колонизационный иммунитет. То есть эти микробы, которые там находятся, не пускают микробов других. Что будет, например, если мы начнем кушать антибиотики при вирусной инфекции? Мы эти микробы убьем, и вот эти места останутся без хозяина. То есть назначая антибиотики тогда, когда это не надо, мы, наоборот, увеличиваем вероятность, что на освободившиеся места придут кто? Нехорошие микробы. Поэтому мы этого с вами делать не будем. Молодцы! Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.